МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Бизнес элита Венесуэлы обсудила перспективы сотрудничества с Минском. В столице стартовал деловой форум двух стран. Госпредприятия и частный бизнес будут конкурировать на равных условиях. Совет Республики одобрил законопроект о противодействии монополистической деятельности. В Таиланде продолжаются акции протеста. Правительство разрабатывает план для безопасности туристов. Белорусский ответ Ван Даму и экстремалы с Гомеля оседлали лошадок с советского автопрома ради интернет-славы. Второй венесуэльско-белорусский форум прошел сегодня в Минске. Подвели итоги развития двусторонних отношений за последнее время. С белорусской стороны в мероприятии участвовали руководители министерства и ведомств, а также первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Симашко. Он также возглавляет белорусскую часть совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сегодня страны разрабатывают дорожную карту взаимодействия на ближайшую и долгосрочную перспективу. Беларусь и Венесуэла являются давними партнерами. С прошлого года в нашем двустороннем сотрудничестве появились и новые направления. Например, мы активно развиваем контакты в сфере науки и образования. Так, сегодня в Республике Беларусь обучается ряд наших стипендиатов. Недавно приехала группа из 10 человек, которые будут учиться в белорусских вузах на разных специальностях. В следующем году приедет еще 70 венесуэльцев. Для нашей страны Боливарианская республика – стратегический партнер. Об этом шла речь и во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Беларусь в июле. За прошлый год взаимный товарооборот стран превысил полмиллиарда долларов. Сегодня реализуется более 80 совместных проектов. В Венесуэле запущены совместные предприятия по производству тракторов и автомобилей. Наши специалисты также участвовали в реализации проектов в области промышленного и жилищного строительства. В Каракасе ведется строительство 10-16 этажных домов. Это целый микрорайон, который также включает объекты социальной инфраструктуры. Уже реализованы проекты пятиэтажных домов в Маракайе и там живут люди. Объекты промышленного назначения, они также имеют разную направленность. В штате Боринос построены три сборочных цеха по производству тракторов, мазов и очень скоро будет ввезен в эксплуатацию третий корпус, где будет выпуск налажен продукции для дорожной строительной техники. Законопроект о противодействии монополистической деятельности одобрил Совет Республики. Документ определяет правила игры на рынке и устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию. Также определяет ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Ожидается, что благодаря принятию этого законопроекта повысится инвестиционная привлекательность Беларуси. Будут созданы дополнительные условия для модернизации предприятий. Также речь идет о равных условиях конкуренции для госпредприятий и частного бизнеса. Единый подход независимо от формы собственности. Частная, государственная и равные правила игры и возможности использовать и ресурс, и финансирование, ну и поведение в обществе. И самое главное, что мы должны привести в соответствие трех сторон. У нас единое экономическое пространство, таможенный союз и уже сегодня наши соседи и Казахстан, и Россия такой документ приняли. И ждут от нас для того, чтобы на Евросийской комиссии принять модульный закон общего поведения. Услуги почтовой связи станут качественнее. Произойдет это благодаря изменениям в законодательстве, которое сегодня одобрили сенаторы. В Беларуси появятся альтернативные почтовые операторы. Сейчас монополистом на этом рынке является Белпочта. Между тем, интерес к такой работе проявляет немецкая и польская компании. Однако зарубежные фирмы пока не могут заниматься, могут заниматься лишь доставкой товаров. Теперь же им будет разрешено оказывать и почтовые услуги. Это стимулирует конкуренцию, что скажется на качестве. Служебная собака пресекла попытку незаконного перемещения через границу запрещенных предметов. Оптические прицелы, запчасти от винтовок, механизмы для патронов и более 2000 пуль различных калибров. Внимание пограничников перехода Брест привлек гражданин России, въезжавший в Беларусь по зеленому коридору. Правда, при проведении углубленного досмотра автомобиля сотрудники погранслужбы ничего противозаконного не обнаружили. Служебная собака по кличке МИОР дала сработку на вещи, которые находились в салоне автомобиля, на предмет нахождения там оружия и боеприпасов. По данному гражданину ведется административный процесс, составленные материалы об административном таможенном правонарушении данных гражданин отпущен до суда. Будущее белорусской военной промышленности за космическими технологиями и робототехникой. Особое внимание в Государственном военно-промышленном комитете уделяют развитию беспилотной авиации. Сейчас проводят испытания экспериментального аппарата «ГРИФ», который скоро может быть принят на вооружение. Такие разработки востребованы в первую очередь на российском рынке, который является основным импортером отечественной военной техники. Все направление развития вооруженной борьбы переносится, во-первых, в воздушно-космическое пространство Тарас. Во-вторых, вооруженные силы – это высочайший должен быть интеллект. Поэтому все технологии основаны на интеллекте, на системах радиоэлектроники, на новых принципах, на новой элементной базе. Это, кстати, элементная база – проблема. И для России проблема, и для нас. Вот те направления, над которыми мы должны работать. А это уже и беспилотник, это робототехника. Нам тяжелее осваивать тяжелое вооружение. У нас нет брони и чего-то еще. А все, что касается интеллекта человека, мы в состоянии это сделать. Роскосмос предлагает открыть в Беларуси представительство. Оно упростит реализацию совместных проектов и позволит расширить сотрудничество. С официальным визитом в Минске находится руководитель Федерального космического агентства России Олега Стапенко. Сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Михаилом Лесниковичем обсуждали разные инициативы. В частности, создание совместного предприятия по конструированию космических аппаратов. Делегация Роскосмоса также посетила Академию наук. Сегодня они нанесут визиты на ряд столичных предприятий, после чего будет подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве. С сегодняшнего дня уже начинаем формировать рабочую группу, которая будет поставлена задачей по дистанционному задержанию земли. Мы будем совершенствовать эту программу. И в вопросах применения у нас этой системы, используя наземного комплекса управления, спектр очень широкий. Общий взгляд в будущее. Так называется международный форум молодых журналистов, который открылся в Могилеве. Впрочем, в медиа-конференции участвуют не только молодые корреспонденты, но и мэтры журналистики, эксперты и руководители ведущих СМИ. Речь на форуме шла о проблемах журналистики, о будущем региональной и корпоративной прессы. Для участников организованы мастер-классы, профессиональными секретами с молодыми коллегами делятся известные белорусские журналисты и зарубежные гости. А завтра лучшие получат премии из рук своих кумиров. Надо как можно больше мероприятий нашей фонда и совета, да и вообще СНГ, увлекать молодежь. Наша молодежь уже начинает воспринимать своих близких соседей как иностранное государство. Мне это не нравится, я буду делать все для того, чтобы молодежь как можно теснее и активнее СНГ сотрудничала и дружила. Познакомился с коллегами из Белоруссии. Я считаю, что это большой шанс отменяться опытом, узнать друг друга, увидеть то, как смотрят на перспективы развития в Белоруссии, понять, что нужно для дальнейшего укрепления отношений как в политическом аспекте, так и в культурно-духовном плане. Далее в выпуске спортивное обозрение Эльмира Хоровец. Полная информационная картина дня в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok